На газовую трубу идет напряжение. И в любой момент может произойти взрыв. Дом номер 46 на улице Лесопарковая вызывает угрозу для жизни людей. Так считают местные жители. Здание уже признано аварийным. Проведением экспертизы на этот счет занимались сами жильцы за свои средства. Стены здания и полы сильно перекошены. Газовая служба действительно предостерегает жителей о возможном взрыве газовой трубы. Потому что стена дома, где она расположена, продолжает оседать. Венцы все, на чем дом держится, они все переломились. Это который весь дом держит. Местные жители вынуждены жить с проваливающимися полами. Газовая плита в одной из квартир здесь просто висит в воздухе, поскольку пол из под нее начал уходить. Под плиту пришлось подкладывать дощечки. Кроме того, само здание стоит практически на болоте. Канализация из него и из соседних домов уходит в выкопанный жильцами пруд. Ситуация с канализацией продолжается два года. Это все канализация. Это мы прорыли. А куда ей деваться? Сейчас она никуда не уходит. Она вот в землю впитывается. Когда порт обанкротился, я не знаю, они отключили КНС. Это кондиционная насосная станция. И никому мы не стали нужны. Приезжал, сколько, месяц назад приезжали три бочки с водоканала больших, их передвижные, фекальную, которую откачивают. Откачали и больше они не приезжали ни разу сюда. Там перекачивающая станция. Вот они на друг друга ссылаются. Это на водоканал 075 аварийка ссылается. Пока они нам не осушат колодцы, мы не будем пробивать. А там видно что-то с насосами. И вот должны водоканал передать. Не знаю, как они там. И все до сих пор передают. Уже два года, наверное. Этот дом с канализационным водоемом был построен для работников близлежащего порта. Пока местным жителям было предложено переселение в маневренный фонд. Однако они не хотят терять свое имущество. Я говорю, ну зачем мне маневренный фонд ваш нужен, когда я ее покупал, эту квартиру? Мне же деньги никто не вернет за нее же. В этом году жильцы не попали в программу расселения. Теперь сроки перенесли на 2025 год. Однако люди здесь могут просто не выжить. Не так давно в квартире на втором этаже обрушился потолок. К счастью, на тот момент в помещении никого не оказалось. Завалы разбирать никто не стал. Завалы теперь вся заброшенная мебель и куски потолка находятся над квартирой женщины, проживающей с ребенком на первом этаже. Она боится находиться в своей квартире. Вот это вот все, весь хлам, он лежит на моем потолке. А ночью, когда спишь, вот эти звуки создаются. И такое ощущение, как будто смотришь, думаешь, вовремя убежать, чтобы в этот случай. Потому что очень сильное напряжение на потолок вот этого хлама всего. Здесь, видите, текло. Крыша вся дырявая. Вон там вот дырка, вот у нас дырка. Это уже закрыли. А так это все текло сюда. Вся крыша в доме действительно дырявая. Жильцы предполагают, что балки, на которых держался потолок, просто сгнили от протекающей воды и обрушились. Проводка в этом доме также ветхая. Однажды она горела. На пожар приезжали сотрудники МЧС. Водопроводные трубы также находятся в плачевном состоянии. Управляющая компания, по словам местных жителей, бездействует. Действуют. Любые инстанции отказывают им в помощи. За счет своих средств люди сами ремонтируют дом как могут. Делают обшивку, подпирают фундамент бревнами и продолжают следить за болотом с нечистотами в своем дворе. Однако больше всего их беспокоит то, что ночью или днем здесь вновь обрушится потолок. Живется, конечно, ужасно. Ходишь и боишься, переживаешь, конечно. Особенно, когда вот спишь вот надо мной. Вот это вот, конечно, да, когда потолок весь трещит. У меня кровати, у меня даже кровати некуда поставить. Хоть ты на эту сторону поставишь, хоть ты на ту, он весь засыпанный. Тебе в любом угле могут просто приезжать и все. И не вылези с этого. Стоит сказать, что в здании проживают порядка 20 детей. Люди в очередной раз призывают контролирующие органы обратить на их проблему внимание. Они хотят жить, а не существовать.